друзья всем большой привет сегодня у нас воскресенье и мы отправляемся смотреть ну что вот очередь на вход таких очередей несколько с разных сторон мы заходим сейчас через главную трибуну вход который организован возле главной трибуны особо очередь не двигается можно видеть что на там сам люди пододвигаются но это не такое что постоянно очередь идет очередь немножко подошла и снова составе так ну вот мы уже в принципе почти подошли к концу вот один из хвостиков приходит сюда это один хвостик там еще один хвостик такой же в общем вот так снова организации на самом деле никакой проходных ворот всего лишь там пару штук как так мы были разочарованы в прошлом году из-за очередей бешеных которые были на форму 1 а сейчас мы разочарованы второй раз так найдем где у нас и рассталась а вот и вера а вот и глеб почему мы сошлись в одной точке мы рассчитывали что мы посетим петли который включен в наши билеты он организован этот доступ 945 на сейчас 949 мы еще стоим в очереди не то чтобы в хвосте она по чуть-чуть двигается но я думаю что еще на минут двадцать здесь предстоит постоять не петли открыт только до пол одиннадцатого поэтому но это такая большая удача если мы туда сможем попасть так наконец-то мы до седа досмотра и вот они наши двери на вход что-то не случилось все бегут занимаясь места на питлейн мы не успели сейчас уже 10-20 в очереди мы суммарно простояли чуть больше получаса это будет считать удачей потому что например на формуле очереди там несколько часов и но тем не менее людей не убавляется очередь только растет это вот с одной стороны очередь мы даже не видим ее хвостика за дерево а с другой стороны сейчас вам покажу что происходит с другой наверное будет более информативно и вот очередь с другой тут тоже мы не видим хвостик потому что он уходит немножко в сторону а перед нами главная трибуна и сегодня мы можем воспользоваться главной трибуны сесть на места посмотреть как она какого она сидеть на главной трибуне тем более что на главной трибуне есть тенек в прошлом году когда была формула один здесь в мае была невероятная жара на трассе около 38 градусов 40 даже наверное было и мы мечтали о теньке у нас был свой просто зонтик от солнца вот все остальные все остальные сидячие трибуны они под открытым небом а главная трибуна имеет козырек и там можно очень комфортно проводить время наслаждаясь в год у нас нас главная трибуна главная трибуна наша за 15 евро биле не но я шучу но там нас есть доступ на главную трибуну поэтому пойдемте сразу зайдем потом еще в магазин зайдем гляб говорит где место займешь сейчас займем зимыть мест мы сейчас находимся в зоне поддых лоба интересно что сейчас можно погулять по местам где обычно на формула тебя не пускают это зоны тоже поддых лоба где стоят траки где организован поддых формула-1 и здесь есть огромная очередь мы предполагаем что это как раз таки на пит волк который наверное еще даже не начинался поэтому все идет задержка сейчас я вам покажу очередь и сам поддых вот он поддых ну и что задача со звездочкой найдите глеба сейчас я вам приближу и вот это вот вся очередь кусочек здесь и огромнейший хвост тут это все желающие выйти на трассу ну что как ощущение гуляя по панды к клубу да причем здесь же вот вход в бокс да как они закрыты да но и интересно что именно отсюда заходы пилоты для того чтобы попасть в бокс и свои машины оттуда они уже выходят и так далее вот везде можно подниматься ходить да так мы потом сходим на главную трибуну сейчас мы пока идем на на доступ на трассу формула-1 стал таким популярным видом спорта что билеты на любую трассу разбираются чуть ли не мгновенно а здесь у нас есть возможность посетить автодром где проходят соревнования формула-1 по очень доступной цене и можно увидеть что многие кто пришел сегодня на трассу пришли с обозначением формулы-1 команды за которой они болеют либо за конкретного пилота у многих майки кепки формула-1 очень но прекрасно что есть какая-то альтернатива посмотреть изнутри на это все мероприятие пусть не формула-1 на фоне главной трибуны мы видим на здание боксов и тут же уже внутри этой территории есть медицинский центр если вдруг что-то случается то именно отсюда осуществляется помощь вот мы пока ждем когда откроются нам двери ну и смотрите вон у нас многие маечки имеют кепочки агонсо серрари серрари это поэтому кто будет приезжать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Глеб, как дела? Ира, ну как тебе? Я в восторге! Вообще супер, да? Да! Да! Я думаю, что это все так же на Формуле 1 происходит. Это же краска, эти же фоксы. Да! А также там стоят машины. И машины очень красивые, конечно, есть и тоже, но... Да, да, ну просто, ну просто, ну просто, ну просто, ну либо ничего, потому что я не знаю, и... Ну ладно, пойдемте. Опа! Смотрите, все в процессе. Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли к выводу, что это очень классное мероприятие, и здесь машины участвуют в гонке намного больше, чем в Формуле 1. И все такие разные, точно так красивые, и очень красивые, да. И здесь Пелетон. Я пока еще не посчитала, сколько здесь машин, но мне кажется, машин под 40, да? Сейчас вот посчитаем. Да, визуально очень. Ну вот Пелетон, смотрите, как растягивается. Далеко-далеко вглубь. Мы сидим на одних из самых престижных мест, когда смотрят Формулу-1, потому что вот он у нас, светофор. Так, сейчас небо покажу, если получше. Светофор, вот первый ряд стартового поля. Это просто пушка-бомба. Как такие офигения? Нормально, отлично. Показывает. Я показала вид, но, кстати, я бы хотела немножко рассказать вам про мероприятие, что это еще такое. Вот мы приехали на Лиман. Что это за Лиман? Кто здесь кататься? Тут еще три минутки будет. Сейчас Глеб быстренько расскажет про Лиман. Что же это за гонки? Вот здесь, что Лиман, гонки на выносливость. Вот в таких вот машинах с забитыми колесами. То есть, когда крыло есть и колесо внутри, получается. Мужчина, как Формула. И здесь европейский хаб. Только четыре часа на них, другого кутыр. Но все равно, что это самое. Кстати, отличительной особенностью этих машинок, вот машин Формула-1. Ира, что имела? Глеб заметил? Я даже не заметил. А, там, что нет над машинами. Есть фары, есть фары, чтобы ночью ехать. А, круто. Да, да, круто. Это фонар. Да, на стартной решетке сразу разные классы. Видишь, тут вот эти вот самые крутые. Там наши обычные польщики всякие едут. Но они между другом не соревнуются. Они просто вместе едут. Вы соревнуются с Ветей, а те с теми. Ага. Разные классы в одной гонке. Да, да, разные классы. Так, старт. Одна минута. Мы провели машины на прогревочный круг, и можем видеть, что всего в гонке участвует 42 машины. Они указаны вот на табло. Это много. 42. В формуле участвует 10 команд. По 2 машины, и того 20. Но ждем, когда появятся на горизонте машины. Так, гонка стартовала. Здесь старт идет с места, то есть машина уезжает на прогревочные круги, и два прогревочных круга, и потом старт. Безостановки очень круто, и они за поворотом такой колонны заезжаются. У них горят крючины огни. И что хочется сказать, что они очень громко едут, невозможно разговаривать. Уши прям закладывают. На формуле такого нет, на формуле ездить тише. И здесь прям очень громко, но очень здорово, классно. У нас предстоит гонка 4 часа. Я прямую трансляцию вести не буду, ее все показывать тоже. Я не знакома с пилотами. Но просто какие-то интересные моменты, если будет, то покажу. А так мы еще сходим в магазин. Вон как длится 4 часа. Мы посмотрели старт, мы посмотрели ближайшие битстопы, которые были к нам, наши гаражи. И отправились гулять вокруг автотрома. Хотим показать вам зоны, которые здесь организованы для зрителей. А здесь зона организована рядом с главной трибуной, где можно посмотреть на большом экране гонку. Здесь же транслируют. Вот, пожалуйста, сейчас идет битстоп у одной из команд. Детский какой-то городочек. Потом какие-то маечки продаются. Здесь можно поводить машину, встать в очереди, поиграть в компьютерную игру. Классненький магазинчик, где можно купить всякие себе сувениры, в том числе машинки. Но стоимость машинок не очень дорогая, доступная. Вот есть за 22 евро, за 35. Побольше 65 стоит. А вот есть, кстати, Макса Перстапина. 15 евро стоит машинка. А это у нас чья? Не написано, номер 3. А это машинки совсем крошки, такие малюсики. 24 евро стоят. Но вот сувенирный магазин мне очень сильно понравился тем, что есть даже машинки Формулы-1 и по доступным ценам. И кепочки всякие можно купить, и шлемы пилотов. Ну, супер, класс. А также здесь есть фирменный магазин непосредственно этого автодрома. Для малышей даже есть какие-то вещи. Стоит 15 евро. Маечка. Куртка, эсочка, 55 евро. Вот такая утеплённая прям, на баечке. Сколько иеромайки стоит? 5. Угу. И у нас ещё есть тут кепочки. Кепочки. Цена кепочек непонятна. Вот такие можно профессиональные наушники купить. Крем от солнца, если вдруг что. Здесь это дорого стоит. Беруши 3 евро. Зажигалка 2 евро. В общем, сувенирчик можно какой-то взять. Так, один из болидов сошёл из трассы. И мы пока переходили на другую сторону. Его прямо мимо нас тут и протолкали. Пользуя случаем, устроим прогулку в Баттеке. Мимо фургонов, которые привозят машину, команду, оборудование. Но вы представляете, где мы находимся? Вообще в боксах. А у этой фуры, вольво, смотрите, прям целый дом. Просто в два раза шире стала машина. Ещё и с другой стороны. В три раза. Валдеть. Возможно, мерю температуру асфальта. Может, температура асфальта будет? Достало время нашей постоянной рубрики. Что поесть, где поесть. Значит, здесь, в зоне, которая недоступна обычно на Формулу-1, мы находимся напротив главной трибуны, есть ресторан. И сегодня здесь предлагается за 22 евро на человека комплекс таймин. Хочу сказать, что здесь порции просто огромные. И мы сейчас тут фактически сидим рядом с трибуной главной. Здесь есть экраны, но нам их, может, немножко плохо видно из-за того, что отсвечивается. При этом с рестораном есть ещё вот такая терраса. А также здесь можно увидеть подиум. Смотрите, кем фотоаппаратом водкают. А вот подиум, который повторяет очертания трассы. Здоровεια! borg сказал. investigated. Фотоаппарат самодаве. Фотоаппарат старый поиск. Фотоаппаратน. Ир, понравилось? Очень. Вообще супер, да? Скажи, столько экспириенсов тут получается. Ты можешь в гараж зайти, но зайти прям не можно посмотреть. Можешь. Мы у нас не очень близко к боксам. Фактически пообщались с механиками, если мы макали руками. Мы посмотрели гонку с разных точек зрения. В зависимости от того, где-то удобнее всего смотреть. То есть старт оттуда, гонку. Мы посмотрели свип-трибун, все эти опасные повороты, обгоны в середине гонки. Мы посмотрели сверху на наезд пикстоп. Мы еще были на стартовой решетке. Да, мы были на стартовой решетке. Мы находимся на подиум самых лучших мест. Да, вот он, на ладошке. А, кстати, вот там вот вип-трибуны, где мы тоже смотрели. В зависимости от стадии гонки, мы смогли выбирать для себя лучшие места, приспосабливаться, как нам удобней. Не знаю, это очень-очень круто. При смогу закадровых инсайдов, как они приезжают, да, вот эти музыки, фуры, траки, не знаю, правильно их назвать, деймодействуют, какие боксы, как там происходят. Короче, не знаю, просто посмотрели все, мне кажется, что можно было желать посмотреть. Да. Ира, выбери. Значит, посещение Формулы-1 или посещение такого мероприятия? Нет, лучше такое мероприятие. Я не вижу большой разницы между машинами здесь и Формулой-1. Я не думаю, что разница в скоростях настолько огромная, что стоит... Ну, я не знаю. По мне, соотношение цена-качество и все ритуалы Формулы-1 по доступной цене без огромного количества людей... Со всеми удобствами. Да, со всеми удобствами, с выбором мест, позиций, всего чего угодно. Ну, что еще сказать? Ира прям вот идеально описала наш сегодняшний поход на это мероприятие. Нам действительно все очень понравилось, потому что можно посмотреть со всех ракурсов все, что происходит внутри. Ну что, как дела? Понравилось? А вам, ребят, понравилось? Это лучше, чем Формулу-1. Мы побывали везде, видели все, что там можно везти, не передавая. Класс! Я тоже с ребятами согласна. Мы смогли увидеть всю кухню, которую смогли хоть только мы о себе представить. Хотите боксы, хотите стартовую решетку, хотите падок, хотите ресторан, который доступен вип-персонам, которые имеют дорогие белье, падок-клуб. Вообще, супер! Но ты так нигде больше не увидишь, только ближе туда. Приезжайте сюда, не на Формулу. А, как ты проводили? Это нам Лиман 4 часа, европейский Лиман 4 часа мы сейчас будем. 4 часа? Да. 15 евро в год. Да, в Барселоне. На все 100 стоит больше, чем реально отдали денег. А я, кстати, вижу рекламу о том, что будет в августе, ой, либо не августе, да, в августе, 26-го, 25-го, 26-го августа будет. Девчонки нашли очень интересную информацию. Ира, расскажи, что это у нас. Я понимаю, что это чемпионы Формул 1, да, а не Петроса, да? Или Дельмон. Чемпион какой-то. С его автографом. Мы нашли даже автограф и табличку Фернанда Алонсо, который чемпион мира. И у него это было в мае 2006-го года. Вот он здесь оставил свою надпись и автограф. Ну, посмотрим, кто еще здесь есть. Ну, и вот Михаил Шумахер здесь. Да? Есть в этом что-то трепетное, да, такое выдоражащее. Он же своей рукой здесь вот написал этот автограф. Как раз. Класс, красота, Глеб. Ну, что, Формулу, походу, будем смотреть мы уже по телевизору, а будем ездить на какие-то интересные чемпионаты. Тем более, что сегодняшнее мероприятие нам показало, что можно посмотреть все детали, всю внутреннюю кухню, которая, ну, точь-в-точь очень похожа на то, что есть в Формуле 1. Те же гаражи, те же боксы, то же пространство, то же подиум, те же трибуны, та же трасса. В общем, нам... Мы даже сходили в ресторан Падде Клаба, вот только представить себе. Возможно, конечно, у них не такая еда, и может им лосось подают на какой-нибудь подушке. Но точно такой же вид. Трассы та же самая, места те же самые. В общем, нам безумно понравилось, с учетом цены в 15 евро. И мы воспользовались только сегодняшним днем. А могли бы еще вчера попасть на разные мероприятия. Здесь еще была, кстати, автограф в сессии, на которую мы не попали. Вот. Но мы не... У нас не было такой цели. Вот. Все. Закрыгляюсь. Ребята, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, будут какие-то вопросы, спрашивайте. На сегодня все. Я вас всех обнимаю, всем не скучайте, всем пока-пока.